Господин президент, ваше святейшество, уважаемые дамы и господа, мы сегодня присутствуем на торжественной церемонии открытия первого в России памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Это событие объединило все наше общество. Давно в судьбе памятника не принимало такое активное участие такое большое количество жителей России. Это событие объединило и эпохи седую древность Таврической Корсуни и современную Москву. От того далекого 988 года мы ведем отчет нашей нации, нашей страны, нашей культуры, всего того, что навека сплотило народы Великой России. Памятник, который сегодня мы открываем, символ единства нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас. Ваше святейшество, уважаемые москвичи, дорогие друзья, приветствую вас и поздравляю с открытием памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Это большое, значимое событие и для Москвы, и для всей нашей страны, и для всех российских соотечественников. И символично, что оно проходит в день народного единства. Именно здесь, в центре столицы, у стен древнего Кремля, в самом сердце России. Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства российского. Князь Владимирович всегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, созидавший основы сильного, единого, централизованного государства, объединившего в результате в одну огромную семью равные между собой народы, языки, культуры и религии. Его эпоха знала немало свершений. И важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси. Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, Белоруссии, Украины. Заложил нравственные, ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единение помогали нашим предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём народного единства, успехов и благополучия всем гражданам России. Его святейшество, патриарх Московский Евсея Руси, Кирилл. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие участники торжественной церемонии, святой князь Владимир подошел к вопросу выбора веры очень прагматически, отправил своих послов, чтобы понять, где, как служит Богу. Это свидетельство глубинной нелживости князя и его стремление предельно честно и объективно подойти к самому важному вопросу – выбора веры. Сегодня мы живем в мире, где размываются истины. Культ, последователями которого многие сами того не знают, являются – это относительность истины, это квазирелигия современности. Все имеет право на существование, потому что, собственно, незыбленной и вечной истины не существует. Если бы Владимир думал так же, как наши некоторые современники, он никогда не сделал бы свой выбор. Он бы остался язычником или бы стал христианином лично, на личностном уровне, но не крестил бы Русь. Тогда не было бы ни Руси, ни России, ни российской православной державы, ни Великой Российской империи, ни современной России. Но он искал не пышное богослужение или душевный комфорт, который дает нередко религия. Он искал истину с большой буквы «нашел» и полюбил образ Христа. И в святом крещении познал его как свет, истину и жизнь. Сложности в экономике и политике существуют в любом обществе. Но потеря духовной идентичности – это приговор любой стране. Она обречена, какой бы могущественной она ни казалась. Поэтому для Владимира вопрос выбора веры был тождественен вопросу выбора всей судьбы для любимого им народа. Если бы Владимир не имел личного опыта любви ко Христу, а руководствовался исключительно политическими или иными соображениями, народ бы ему не поверил. Владимир не был политическим интриганом и хитрецом, или двоедушным человеком. Он был всегда целостен и искренен. И когда заблуждался и творил беззаконие, и когда нашел полноту истины в вере православной и стал святым. Этот памятник – напоминание всякому, взирающему на него. А ты также искренен в своей вере, в своей любви к Отечеству, народу, как и святой князь Владимир. Или ты хочешь дистанцироваться от всех и вся ради частной выгоды и своекорыстного интереса. Но христианин – это тот, кто следует Христу не только, когда это удобно и комфортно, а всегда у настоящего последователя Христа не может не болеть сердце не только за своих близких, но и за свой город, за свою страну, за весь мир. Самая страшная беда современности – это не экономические и политические кризисы, а острая, ставшая уже хронической нехваткой любви друг к другу, к нашему Творцу и ко всему творению. Никто не может пересмотреть выбора князя Владимира, не разрушив своей собственной цивилизационной идентичности. Сказать, что князь Владимир что-то сделал никак и не так – это все равно, что уснуть под сенью соборов, а празднуться в лесу около костра, не умея ни читать и ни писать. Увы, такой выбор совершают те, кто хочет вернуться в дебри языческого немедения и сменить свет истины на мрак дохристианского существования. Владимир в народном сознании был красным солнышком, так называют только тех, кого очень сильно любят. Он не побоялся резко изменить направление развития общества, потому что любил народ и верил, что его поймут и за ним пойдут. Он не пытался просчитать все риски и опасности смены веры, потому что для него это было не тактическое или стратегическое решение, а стяжание истины навсегда для себя и для своего народа. А истину не принимают по расчету, тогда она перестает быть истиной. Эта решительность, ревность ко Христу и целостность в следовании Евангелия уподобила Владимира апостолам, хотя и между ними пролегало целое тысячелетие. Если мы думаем, что сегодня нам нечего выбирать, как это некогда делал Владимир, мы глубоко заблуждаемся. Наш выбор, быть может, не столько громаден и заметен, но его следствия не меньше. Каждый день мы выбираем, ради кого и ради чего мы живем, чем мы наполняем нашу жизнь. Это и есть выбор веры, от которого зависит судьба не только каждого из нас, но и всего мира. Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети. В этом нет никакого противоречия. Но плохо, если дети забывают, что у них один отец. Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, Наталья Дмитриевна Солженицына. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Ваше Святейшество, дорогие друзья. Памятник князю Владимиру – не просто еще одно украшение нашего города, на фоне которого будут фотографироваться гости столицы. Это еще и вызов, вопрос ко всем нам и каждому из нас. А как мы выглядим на его фоне? 20-й век был для России веком предельных испытаний. Две мировые войны, а между ними война гражданская, и коллективизация, и ГУЛАГ. Но и 21-й век не обещает быть спокойным. В чем черпать силу, чтобы не просто выжить, но быть достойным наших предков? Все говорят в единении и согласии. Но сегодня, после нашего бурного 20-го века и непростого перехода в 21-й, надо признать, по многим жизненным вопросам нет у нас пока единения и согласия. Из главных разногласий – оценка нашего прошлого. И тут хорошо бы обратиться к князю Владимиру, который собой являет непогасший в веках пример преображающей силы христианства. Он оглянулся на свою жизнь, осудил в ней то, что было неправедно и темно, взял с собой все доброе, чем был наделен, и решительно повернулся к свету. Так следовало бы поступать и нам. Это значит уважать свою историю, гордиться свершениями народа, его героями и его праведниками. Но это также значит иметь честность и мужество, осудить зло, не оправдывать его, и память о нем не заметать под ковер, чтобы было не видно. Таким путем нам не достичь чистоты в нашем доме. Во Владимировом крещении Русь обрела такую веру, которая учила не в силе Бог, а в правде. Будем же верны этой заповеди. Давайте беречь высокие традиции и ясный дух. От них зависит достойное будущее нашего Отечества. По древней традиции памятник святому равнопостольному князю Владимиру освящает патриарх московский Евсея Руси Кирилл. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отец наш, благослови и освяти памятник сей в честь святаго, равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Тыбо, если освящение наше и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу, ныне и пристно и во веки веков. Благословляется и освящается памятник сей благородатью святаго духа, окроплением воды сия священная. Во имя Отца и Сына и святаго духа. Аминь. Господи, Господи Твоя, и благослови нас Твоя, где Твоя победа, и нас противны, а брат Твоя, И Твоя, и благослови нас Твоя, и благослови нас Твоя, и благослови нас Твоем жительством.